Продолжение следует... 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 мелоцитарным гейкозом. Пациенты были разделены на 4 группы. Первая группа состояла из 10 пациентов, которым проводили лучевую терапию на остаточные экстренебулярные очаги на фоне клиник гематологической ремиссии. Вторая группа пациентов также состояла из 10 больных, которым проводили лучевую терапию с целью профилактики рецидентов. И две небольшие группки пациентов, которым проводили лучевую терапию по полу химиорезистентных рецидивов и лучевую терапию без какого-либо предшествующего лечения. На данном слайде представлено многообразие экстренебулярных очагов, на область которых проводили облучения. Это экстренебулярные очаги первой группы пациентов, во второй группе пациентов, которым проводили облучение На данном слайде многообразие экстремиглярных поражений в двух маленьких группах пациентов. При химиорезистентном прицеде, убилочевой терапии, без предшествующего течения. В 12 из 25 пациентов облучение предшествовало распландацию генополитических столовых клиентов, которые проводили в предыдущих гематологических центрах нашего города. В 15 пациентах провели 3D-конформную лучевую терапию, в 10 пациентах – конвенциональную лучевую терапию. Большинство больных облучали в режиме обычного фракционирования, в 2 пациентах провели облучение в режиме среднего фракционирования. Использовали тормозные излучения энергии 6-м, а при поражении кожи использовали режим быстрых электронов энергии 8-м. Суммарная очаговая доза составила от 20 до 36 грамм. Результаты. В первой группе пациентов при облучении остаточных экстремиглярных очагов на фоне клиники генополитической ремиссии мы получили полный ответ у одной пациентки с поражением сетчатки. Числичный ответ мы наблюдали у 8 пациентов. И последняя пациентка – это пациентка с поражением сосудистой оболочки глаза, двусторонним. При облучении правого глаза мы получили полный ответ, а левом глазу смогли достичь частичного ответа. В группе пациентов, которые проводили облучение с целью профилактики рецидивов, при крайне спинальном облучении, к сожалению, трое из четверых больных были исключены из исследований, поскольку на соответствующих суммарных очаговых дозах у пациентов развились осложнения со стороны крови и у одного пациента острое респираторное заболевание. И эти трое пациентов были выписаны, к сожалению, лучевая терапия не была ему продолжена. Так вот, группа пациентов, в котором проводили облучение рецидивов при химиорезистентности. Первого пациента мы получили частичный ответ. Пациент, которому проводили крайне спинальное облучение, был направлен к нам гематологами в связи с отсутствием какого-либо ответа на интертыкальное введение метод рексата. Пациент с поражением кожи, к сожалению, на суммарной очаговой дозе 4 грея разбился властный приз, и мы были вынуждены выписать данного пациента. Группа пациентов, всего 2 человека, лучевая терапия без предшествующего лечения. Первый пациент был направлен также гематологами к нам по поводу рецидива в виде миру лекоза. И второй пациент получал облучение по поводу первичного в качестве первичного этапа лечения и лечения прогрессирования. При проведении первичного облучения мы достигли частичного ответа. Однако при облучении прогрессирования с поражением головки пожилочной железы у пациента на суммарной очаговой дозе 6 грея разбился властный приз, и мы, к сожалению, тоже были вынуждены его выписать. Кроме того, в нашем центре проводится тотальное облучение тела в плане имелоглотимого режима кондиционирования и переталогенов от респлантации костного мозга у больных острыми механическими лекозами и лимфомами. Об этом уже упоминала. Букважаемый Юрий Николаевский докладит. Я быстро прогустишь. Есть патент. На данный момент мы применяем более модифицированный метод тотального облучения тела. Мы не используем выравнивающий фильтр. Уже его нет. Вот современная методика. Который являлся причиной недостаточной точки подведения дозы. И помимо одного вида рационного режима мы стали использовать еще дополнительное статическое облучение. Статический режим с применением глиновидных фильтров, что способствует более равномерному распределению дозы в больпродольной оси тела пациента. Это диаграммы. Так выглядит дозное распределение. Они равномерны, видите, при режиме только ротации. И более равномерное распределение дозы при использовании двух режимов ротации плюс 5 к распределению глиновидных. В нашем большой опыт шесть пациентов, с которым провели тотальное облучение тела при хроническом остром лекозах. Одна форма почка, медиапатическая, апластическая, медиафорная форма. Использовали тормозное облучение 5,6 методов. Всех двоих. Облучение проводили однократно в дождь этого окрея. После ключевых реакций. Позвольте представить один клинический пример. Достаточно интересный. Почему заслуживает особого внимания. Потому что это пациентка с двусторонним поражением сосудистой оболочки глаза. Что встречается очень редко при лекозах и при лимфомах в том числе. Пациентка 26 лет поступила к нам с диагнозом острый токлеточный лимфопластный лекоз. С поражением средостинья геркосклинами корней. Высокая группа риска. Нейроликемия в дебюте заболевания. Санация ликвора. После этого. С этим диагнозом она поступила к нам. В декабре 2016 года в нашем центре было проведено. Ей крайне спинальное облучение. Космарная чуговая доза 24 гр. После чего у пациентки проведена в центре Амазова. Логенная. Родственная трансплантация геометрических слововых клеток. Однако с маяки 2017 года пациентка стала отмечать снижение острого зрения и ощущение эпидемии перед травмом глаза. Она наблюдалась безуспешно. По месту жительства ее лечили. Проводили местную противовоспалительную терапию без какого-либо эффекта. И в течение месяца взяли аспирацию влаги передней камеры глаза. И по данным параточной стометрии была выявлена популяция 20 лет в облаке передней камеры глаза. Пациенты поступили на второй курс лучевой терапии. Мы провели курс комфортной лучевой терапии. В объем облучения мы включили всю правую орбиту. Включая глазное яблоко и зрительный нерв до уровня хиазмы. Облучение проводили в режиме обычного фракционирования до суммарной очаговой дозы 24 гр. По гистограмме доза объема видим, что нам удалось просто исключить левый глаз, не пораженный к тому еще времени, из поля облучения. Это предписание. Однако через два месяца, уже в июле 2017 года, пациентка стала отмельчать снижение зрения все те же жалобы, только уже со стороны левого глаза. Не стали долго ждать или сделали аспирацию влаги и по данным обычной стиметрии, стиметрии опять же подтвердили глипозное поражение. На этот раз пациентка поступила для облучения уже левого глаза. Также провели курс комфортной лучевой терапии. Включили в объем облучения всю левую орбиту. Также с включения самообразного яблока и зрительного нерва до уровня хиазмы. На этот раз из поля облучения полностью был исключен правый ранее облученный глаз. И нужно сказать, что с учетом ранее проведенного крайне спинального облучения, облучения правозащитного нерва или обозрительного нерва, нам все-таки удалось совместить все рекомендации по квантекте и совместить толерантные дозы касательно хиазма, что очень важно. Это изображение пациентки до лучевой терапии. Мы видим вот такой вот уровень, который был расценен офтальмологами по месту жительства, просто как гональное поражение передней камеры глазок, где на самом деле вот так выглядит патологическая извесь из глазных клеток, которая полностью насосалась к моменту окончания лучевой терапии. Кроме всего, по окончанию лучевой терапии мы наблюдаем нормализацию внутриглазного давления, исчезновение застольных явлений дисков, древних нервов, что самое главное для самой пациентки – повышение остроты зрения. Практически с предметного зрения до достаточно высоких показателей. Таким образом, на правом глазу мы достигли данной пациентки полного ответа, а на левом глазу частичного ответа. Таким образом, лучевая терапия должна применяться в лечении москоперекозов при наличии остаточных экстремиглярных очевидных поражений для профилактики невкусно-мозговых рецидиров, при химиорезистентных экстремиглярных поражениях, а также для подготовки коллагена к расплодателю геомополитических основных поражений.